Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну что, давайте познакомимся с теми командами, которые будут принимать участие в сегодняшней игре Команда, представляющая была Дверск Сборная нормальных людей Вижу, что дальше, следующая команда представляет педагогический университет Команда КВН Кожа Следующая команда тоже представляет университет Но я обещаю, если команда пройдет в финал, я выучу его название Команда КВН Лехпром, ваши аплодисменты! Движемся дальше География открытой лиги очень широкая К нам приезжают команды не только из города Бердска, это слава богу К нам приезжают еще команды, которые представляют рыбный край, город Барабинск Команда КВН Парк Культуры Ну и, конечно же, я вижу, что мужские взгляды прикованы именно в правую часть сцены Потому что команда, которая сейчас будет выступать, очень уж сильно нашумела В ней не выступать, которую сейчас не буду представлять Сильно нашумела в одной восьмой, я думаю, запомнилась каждому из вас Команда КВН, я обиделась! Ну и, естественно, есть команда людей, которые будут оценивать сегодняшнюю группу Наши многоуважаемые судьи, давайте поаплодируем, друзья Серьезный человек, с которого мне хотелось бы начать, друзья Специалистка медиета по делам молодежи мэрии Горного Сибирска Курмашов Евгений, ваша бурна, в республике! Движемся дальше Участник команды КВН «Экскурсия по городу» Высшая Лига КВН Сергей Лисовой, друзья! Вот он, самый позитивный парень Самый позитивный парень сегодня в жюри Идем дальше Организатор автогона Трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь в составе команды КВН отнюдь Шоумен, ведущий, отличный человек Человек, который считает зайчика Евгений Зайцев, ваша бурна, в республике! Идем дальше Очень приятно, что в составе нашего жюри Сегодня есть прекрасная модмуазель Друзья Нелли Карпушина Участница команды КВН «Экскурсия по городу» Высшая Лига КВН Ну и, конечно же, мой большой, невысокий, загорелый дружочек Сергей Уголечкович Ганкин Ваши форные аппарат смертные! Вот он, черное пятнышко нашего жюри Команды представлены, жюри представлены Давайте поаплодируем болельщикам Болельщики поаплодируем себе Мы можем команду пожелать ни пуха, ни пера Для них будет готовиться к первому конкурсу Отправляйтесь скорее, друзья! Берите себе микрофоны и все прочие необходимые для вас ингредиенты Хотелось бы сказать, что первый конкурс – это конкурс «Визитная карточка» Как вы смели заметить, сегодня у нас 5 команд принимают участие в игре В следующих играх будет 9 и 10 команд Но Алексей вам рассказал, следующие игры состоятся 5 и 12 мая Естественно, мы с удовольствием вас всех ждем Потому что будет смешно, будет весело Это, как-никак, открытая лига КВН Можно здесь поаплодировать! Первая команда, которая выйдет на эту сцену Она представляет славный, добрый город Верск Команда КВН – сборная нормальных людей! Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! Сборная нормальных людей на сцене! Одна четвертая финала открытой лиги, игра серьезная! Ребята, ну ребята, блин, ну кто так начинает? Разве это начало? Сборная, блин, КВН вообще, а? Че не так-то? Ну это вообще, понимаете, это никуда не годится Это скучно, это статично Это не модно в самом-то деле А что модно? Модно? Ну, рэп! Но рэп это не мое, поэтому танец Никит, танец нам не подходит Ну тогда зажигательный танец О, вот нам подходит, давай Никита! Давай лучше вместе с нами Ребят, игра серьезная, нужно проходить полуфинал Поэтому начнем на раз-два-три Никита! На, ну это рэп так рэп Привет, открытие лига, горится нас с тобой Начинаем игру, скоро вступаем в бой Чтобы пройти полуфинал, придется побороться Мы будем начинать И выпьем из колодца Но не мое рэп, ребята Начинаем! Еще раз добрый вечер, дорогие друзья И мы начинаем Итак, представьте, девушка проходила мимо зеркальной витрины И поняла, что постарела Проститу... Парень неожиданно сел Вот это неожиданно Последнее время стало модно посещать различные курсы Итак, представьте, парень был всего на одном занятии по пикап-мастерству Как дела? Нормально Как дела? Случай на лестнице и клетке Ну вот, короче, на меня трое идут Я пистолет достаю, такой... Ребят, можно потише? У меня ребенок спит Ну ладно, я тогда тебе завтра расскажу Ребят, ребят, подождите Я же не говорил, уходите Я говорю, потише, интересно же, что там Очень странные судебные приставы Здравствуйте, у вас долг Какой? Супружеский Так, я же отдал Так-то проценты накапали Ну да, все, спасибо, распишите Каждая девушка узнает себя в этой ситуации Ага, мне надо выбрать пакетик на физру Так, мы начнем Манго Блин, какой он офигенный, но... Большеват, да А? Зара Блин, он бумажный Меня с ним увидят, подумают, что я гламурный Ай, как круто Но не то Лав Репаблик Блин, да это же наша семейная ценность Его бабушка маму передала, а мама мне Нет, что-то страшно с ним идти, вдруг порву еще А? Икея Что он тут делает? Ах, точно, я же пончики покупала А че он такой большой? Точно, я же много пончиков покупала Люблю пончики, да А? А хапка? Господи, как он сюда попал? Надо его выкинуть Вообще стремный пакет Блин, Галя Ты на работу собираешься или нет? Я впервые веду физкультуру у детей Дай мне собраться Очень... Парень подкатывает к очень опытной девушке в клубе Эй, красотка А твои родители случайно не хлеб? Хлеб Слушай, а вот ангел, а ты когда с небес падала, тебе вот... Было больно Слушай, а твои родители случайно не охотники? Охотники Это типа они хлеб и охотники Ну да, охотники хлеб, че такого-то? Слушай, а ты знаешь, чем ты занята сегодня? Тобой нет Слушай, а твоя мама случайно не бабушка? Подожди, а че это за прикол? А типа откуда у них такой? Пирожок Да, блин Да, отгадала А ты случайно не баран? В смысле? Ну а че такой тупой-то, как баран? На поле чудес попался, ну очень принципиальный игрок Четыре миллиона рублей Путевка на Мальдивы, восемь дней, девять ночей Моя дача на Белокурихе или приз? Блин, а если там ключи от мопеда? Приз! Вы подумайте получше Четыре миллиона десять тысяч рублей Путевка на Мальдивы, моя дача на Белокурихе Все соленья и костюмы бурятских народов Капитал, шоу, поле чудес или же приз? Блин, он, наверное, дорогущий Тысяч сорок стоит, не меньше Где же я такие деньжищи-то найду? Эх, приз! Ну приз так приз Приз Вот вам вилок капусты Нет, приз! Ну это и был ваш приз Вилок краснокочанной капусты Как вы и хотели Нет, не хотели Ну не хотели, так не хотели Следующий игрок Назовете слово целиком Это дверь Поздравляю, вы выиграли мопед Ура! Какой мопед? Ну, Леоня, как я домой-то поеду? Дорогие друзья, что хотелось бы сказать? Ребята, ну опять что ли? Как в начале? Ну разве так должна завершать команда КВН Свою визитку? Никит, в этот раз чё не так? Ну, блин, давайте рэп опять Подготовился? Подготовился Сборная нормальных людей Вы, 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 вы Ну, не мое, Ребята, не мое Сборная нормальных людей Спасибо! Ваши бурные аплодисменты Сборная нормальных людей Друзья! Можно поаплодировать Гросс И первая команда, которая вышла сегодня На эту сцену Ууу! Двигаемся дальше Сейчас на сцене появится команда Которая представляет Новосибирский государственный Педагогический университет Есть ли болельщики в зале Команды? Здравствуйте вам! На сцене команда КВН Кожа! Добрый день, дорогие друзья! Перед вами команда КВН КОА Так, чё за фигня? А где Ж? Вы хотели Ж? Это же я! Мой человек Паша! Ну чё это за прикид, а? Короче, подходит ко мне Максим Лотох и говорит Паша, я, говорит, после корпоратива мне нужна твоя одежда Давай поменяемся А ты чё? А я это не отдал Это же моя коза! КАААААААААА! Всё, Паш, давай проваливай И нет! ОГУСТИ! Вот придурок, а! Чё ты на него ругаешься? Нормально парень одевается А чё ты, Лёша, ему вечно подакиваешь? А чё ты вечно на меня орёшь? А чё вы вечно не обращаете на меня внимания? У меня вообще-то сегодня день рождения. А вы мне даже ничего не подарили. Блин, точняк, у него сегодня днюха. Не забыли? Не забыли, Владос? Подготовили тебе костюмированную вечеринку. Да иди, господи, а! Ну, Лёша! Паша! Лёша! Вот! Паша, Влад и двое Лёши — это команда «Кожа». Как нас зовут? Лёша! Ребята, они походу не запомнили. Давайте ещё раз! Паша, Влад и двое Лёши — это команда «Кожа». Теперь точно закрепили. Канады «Квой Кожа». Заряжаемся понемногу! Итак, свою любовь можно встретить где угодно. И даже в офисе. Девушка, вы из какого отдела? Я из налоговой. Итак, представьте, гитарист на отдыхе. Ой, жара! Пойду искупаюсь! Бомбочка! А вот какая ледяная вода! Итак, представьте, парень решил сделать своей девушке подарок на 8 марта, но кое-что не учёл. Дорогая, это тебе угадать чё там? Общи! Там кошка, дурак! Я же тебе говорил, у меня аллергия! Бомб, забыл. Тогда спектакль. Тили-бомб, тили-бомб, Загорелся кошки там! Вы дурачи! Да вы чё показываете-то, а? Лёх, да успокойся! С Балтиком-то всё нормально, смотри! Ты дурак, что ли? Тебя рубануть! Лёх, забеги! Всё, заканчиваем этот спектакль! Дорогие друзья! Лёх! А можно, пока тут заканчиваешь, я покатаюсь? Ну иди, катайся! Вот сумасшедшая, без прав катается. Ну а если остановить? Павка, стой! Говорил же остановить. Садись в лёнку, Лёха, довезу на сцену! Не, ну вот на этом странном месте точно заканчивать нельзя, поэтому продолжаем! Итак, представьте, у томофона. Здрасте, откройте дверь, пожалуйста, это расклейка объявлений. То есть у тебя есть клей? Ты позвонил прям по адресу, заходи в семнадцатую, братиш, а то я уже третий день не могу обои доклеить! Друзья, давайте представим синхронистки утром после ночного клуба. Где мы? Где мы? Чего ты так орёшь? А давай попробуем встать! Бурятка! Бурятка! Фух, это всего лишь опушенная ты! Ну здрасте! Что это? Кто это? А может быть это маньяк? Блин, страшно! А давай позовём тренера! Тренер! Что делать? Что делать? А давай будем делать так, как мы сделали улыбку! Вы придурочные! Я вообще-то директор рок-сити, вы там подром устроили, с вас семьдесят тысяч. Что делать? Что делать? А давай будем делать так, как нас учил наш тренер! Э, деньги! Вам всё отдаст наш тренер! Дорогие друзья, ну и сейчас хотелось бы... Закончить? Паша, чё ты меня вечно перебиваешь? Ну, Лёша! Паша! Ну, Лёша! Вот! Паша, запи двое Лёши, это команда Коша! Теперь вы точно запомните нас по именам. Команда КВМ Коша! Мы есть в каждом из вас! Это черный день! Ваши бурные аплодисменты команда КВМ Коша! Друзья, можно поблагодарить громче! Мы двигаемся дальше! Сейчас на этой сцене появится команда, которая навела шороху на фестивале. И что скрывать в одной восьмой, друзья? Бурными аплодисментами вам приветствуем команду КВМ Лех ПРО! Всем шалом, здесь Лехпром! Начать хотелось бы с новостей. Наш головной вуз присоединил к себе еще один филиал, институт в Израиле. И как он будет называться? Ну как, у нас Новосибирский технологический институт филиала Московского государственного университета дизайна и технологии. А у них Еврейский технологический институт филиал Новосибирского технологического института филиала Московского государственного университета дизайна и технологии. Сокращенные идите таки, ДТ. Так даже проще Ты чё опять вырядилась? В смысле? Это вообще-то модный приговор Вот даже Зайцев в студии Ты чё? Это другой Зайцев Это вообще-то мой отец Он меня на прошлой игре удочерил Бать А у меня для тебя сюрприз Мам Я подарю тебе в жизни Лучшие моменты Но только лишь тогда, когда заплатишь алименты Пошеловать! Починьте, пожалуйста, сына Ты-то чё молчишь? Чему слова? Я супергерой Какой супергерой? У меня женщина-мошка Мош-кошка? Нет Ну вот И что зритель подумает о качестве нашего выступления? На вас даже муха прилетела Давайте о серьезном Если бы сегодня была премия на лучшего звукаря Ее бы взял именно наш звукарь Да, просто подошел и взял Да чё этот звукарь? Ты знаешь, чё Пашка вчера сделал? Он вчера ко мне принес кучу ткани прям под нос И сказал, что это надо сшить А я сшивала как могла Чуть концы не отдала О, 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 Даша Ты чё такая ненормальная? На тебя ни один пацан не клюнет Может мне еще мыться начать? Дусь, вот ты же домохозяйка Тебе наверняка нормальный репертуар, да? А, ну да, точно. Ты знаешь, так трудно варить супы и для кладбища Градки. Ты чё? Ведь мы студенты Института Лёгкой Промышленности. В трудные времена мы выживали, как могли. Когда моя трудовичка узнала, куда я поступила, она рыдала от счастья. Да, а мой трудовик задел, хотя бы до этого прикладывался. Ну чё вы опять начинаете, а? Всё, у меня есть грандиозный номер, пойдёмте за кулисы его выучим. Наконец-то я с микрофоном. Сейчас я расскажу вам анекдот. Встретились как-то швея и еврей? Люба, не сейчас, не сейчас. Друзья, ну а мы попросили наших дизайнеров сделать что-нибудь яркое и грандиозное, что могло бы стать символом нашей команды. Мы сами ещё не знаем, что это, поэтому символом нашей команды становится башмак. Чё нафиг делать? Нет. Представьте, кошки на радость. Да ну не, да и рука какая-то. Казус в сказке. Золушка? Не, не, я не буду искать. Так, полная, полная чушь. Блин, Слав, последняя миниатюра, она нормально, Лера, объяви. Супьте в магазине. А мне подходит. А принесите второй. А второго нет. Он у Николая Валуева. И он его не принесёт. Он же одной сюда не придёт. Полная, полная чушь. Даже Валерий Леонтьев написал для нашего талисмана финальную песню. Но такое чувство, что он схалтурил. Ну и закончить хотелось бы словами великих людей лёгкой промышленности. Друг мой, помни, ты то, что ты шьёшь. Я пиджак. Команда Куан Лев Тро. В полуфинале ещё моднее. Валерий Лев Тро. Это Алексей Прозверов. Друзья, можно поаплодировать ему. И Сергею Рисовой. Можно поаплодировать ему. Вот они, замечательные люди. Кстати, башмарк Алексея Прозверова. Выключайтесь. Раз, два, семь. Можно двигаться куда-то дальше. Ну что ж, друзья. Да ты, что ты делаешь со мной? Следующая команда, которая выйдет на эту ссору. Команда Куэн Парк Культуры. Можно поаплодировать громче. Встречайте. Обычная команда из необычного города. Дорогие друзья, знаете, после прошлой игры мы поняли, что нашей команде не хватает какой-то милости, какой-то няшности. Поэтому мы взяли в команду девочку. Итак, встречайте, Соня. Соня, как бы КВН здесь, там камеди. Че ты туда встала? Это перспективнее и безопаснее. Соня, мы уже уехали и с Барабинской тебе ничего не угрожает. И вообще, Соня, мы здесь представляем Барабинск. Проблема в том, что здесь Барабинск представляет немножко по-другому. Ну, так давайте расскажем, как там все на самом деле. Добрый вечер, дорогие друзья. Представьте, у Чака Норриса случился солнечный удар. Это по-твоему удар? А, да, 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 это удар. А мы продолжаем ограбление гипермаркета Ашан. Где эти кассы? Нам! Другие они! На других полосках. Туда! Почему я на кассе не работаю? Там открыто! Очередь! Вот там, свободно! Гали деньги! Касса заблокирована. Валера, дай ключ. Быстрее! Валера, люди, видимо, торопятся. Охрана! Охрана! Убирайте нас отсюда! Девушка сломала систему и подарила своему парню не носки и пену для бритья, а радиоуправляемый вертолет. У-ху-ху! Я тебя люблю! И мы тебя любим! Дорогая! Отвяжи меня от него! Дорогая! Дорогая! Здоровья, друзья! Мы вот уже в Новосибирске в третий раз. И вот в этот раз мы поселились в очень красивом живописном месте. Хилокский рынок. И вот именно там мы нашли себе новых друзей. Эй, слышь, что ли? А чем? Но вы национальное государство! Ребята, а это, позвольте ручку, а? Ты чё, мне не веришь? Да я в битве экстратинцев мальчика нашла. Три года уже вместе живём. Вот дай руку. О-о-о-о! Я смотрю, ты недавно рыбку чистил. А как вы догадались? Чешуя! Ребята, тут у вас так скучно. Можно я хоть песню спою? Говорят, что цыгане уводят коней. Что гадают, а потом проклинают людей. Говорят, что цыгане всеми забыты. Но твоя мама смотрела по вечерам. Кормили кто? Пусть нас не любит молодёжь. Но из них каждый на цыган похож. Работаем лишь за аванс. Ведь это мы придумали фриланс. Женщина, а вы вообще кто? Кто-кто? Через плечо. Тьфу-тьфу-тьфу. Дорогие друзья, ну что ж, а мы продолжаем и двигаемся дальше по бескрайним просторам юмора. Было у тебя такое было? Приходишь ты домой, а там, значит, чужие мужские ботинки 45-го размера, а у меня 42-е, но явно не мои. Я, значит, прохожу в комнату, а там жена моя из-под одеяла так испуганно смотрит на меня. Было у тебя такое? Смотрю вещи мужские разбросаны везде. Чей шкаф приоткрыть? Я открываю шкаф, а там мужик в трусах. Он мне надо и давай бежать. Было у тебя такое было? Нет. Значит, это был не ты. Ну а такого человека в метро встречал каждый. Узнаешь меня? Нет. И я тебя не узнаю. Ну зачем вы так на меня смотрите? Пытаюсь узнать. Как вы можете меня узнать? Мы с вами вообще ни разу не виделись. Ну, мне тоже кажется, что проблема в этом. О, как самая остановка. Узнаешь меня? А я тебя узнал. Узнаешь меня? Значит, это не ты. Дорогие друзья, знаете, вот мы подумали и решили, что если мы сегодня проиграем, то Денис танцует тверк. Не будите лихо, пока оно тихо. Сейчас на эту сцену. Команда, представляющая город Верск, между прочим, женская сборная. Команда Клэн. Я обиделась. Можно поаплодировать громче? Добрый вечер, Оренбургская пчелка. Мы слышали, что оренбургские пчелки издавна дошумели. Давайте мы с вами пожужжим. Ну и что? Вам понравилось? Ну тогда еще раз. Так, стоп. Девочки. А я не поняла. Где это твой костюм пчёлки, а? Мне кажется, это больше на пачечника похоже. А форму Ксюша гладит. Девочки, девочки, я тут Танюшину форму гладила. Танечка, примерь, пожалуйста. Пей, 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 Ксюша! Тебе повезло, что мне сейчас руки заняты. А ну-ка, пчёлки, бегом, вули, мне новую форму искать. Команда КВН, я обиделась. Ой, чё! Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим бывшим любовником. Он обещал мне подарок. Добрый вечер, дорогие друзья! Представьте, балерина первый раз выступает на большой сцене и в зале сидят её родители. Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим бывшим любовником. Очень невнятная семья. Привет, дочь. Привет, мам. Чё, как прошёл день? Удачи. Чё делала? Чё танцевала? Чё танцевала? Чё танцевала? Так. Здравствуй, мама! Здравствуй, сестра! Я не поняла, ты чё, пьяная, что ли? Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим бывшим любовником. Мы сильные и независимые девушки. Да! И поэтому мы не будем просить парней из других команд отыгрывать в наших миниатюрах. Да! Поэтому мужская роль у нас будет обозначаться вот так. Парень только побрил бороду. Да я же как баба! Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим бывшим любовником. Девушка не умеет подкатывать к парням. Привет! Приходим в наш актематический кружок! Ну что, погуляем? Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим бывшим любовником. Как вы заметили, наши миниатюры все короче и короче. И мы переходим в блоку совсем уж коротких миниатюр. Самая быстрая игра в крокодила. Вдох! Котик проглотил сабвуфер. Голубь с очень длинными волосами. Да что ж ты такое? Да что ж вы постоянно мешаете мне. Мешаете! Ну а сейчас очень актуальная миниатюра. Подруги играют в одной команде ГВН. Таня, 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 ты быстрей. Таня, ты что в микрофон говорите? Давай. Я уже объявила песню. Ну еще раз объяви. Подруги... Подруги играют в одной команде ГВН. Катя, ты статсами лезешь, я слова знаю. Нормально, давай все накрасились перед игрой. Подожди, а где Ксюша вообще? Так вот, а ты на прогоны не ходишь, я не помню. Я вошла, Лёня, со мной! А я хочу с ними играть! Нормаливайте! Что-то осталось. Ничего. Я вообще-то конферанс, что скажу, то и будешь делать. И чё? И чё? Девочка так сильно смеялась на первом свидании, что хрюкнула. Господи. Бесер, прям. Почему вот вы косячите, а я должна потом все вот на своей горбушке выступления тащить? Ну, понятно, я капитан, да, ладно. Чего? Когда ты капитана татала, а? Очень интересно. А чего вдруг? Ну я же смогла вас всех сейчас собрать вместе на сцене, а? Ну да. Это потому что ты у нас заводила красиво, девочки. Молодец. Ты такая молодец. Умничка, да. Да, и мы очень жаловатся. Девочки, я вот так вас люблю. Алёна, ты же хотела своему парню что-то сказать со сцены? Давай, давай, давай. Давай, давай. Яшка, мы с тобой уже полгода вместе, и я ни разу не опаздывала к тебе на встречу. Да потому что мы все время тусим у меня дома. Хорошо, хоть и на КВН сходили. Команда КВН «Я обиделась». Спасибо. Команда КВН «Я обиделась» в вашу аплодисменты, друзья. Ну что ж, под ваши бурные и сполкаемые аплодисменты на эту сцену хотелось бы пригласить все команды. Аплодируем, друзья. Сбор, давай, друзья. Сбор, давай, друзья. Сбор, давай, форум, 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 естественно, команда КВН «Я обиделась». Сейчас наши многоуважаемые жюри посовещаются, подумают, что они хотят ставить. Итак, максимум за конкурс визитная карточка 5 баллов в том порядке, в котором команда и выступает. Оценки команды КВН «Сборная нормальных людей». 4, 4, 4, 5, 4. Идем дальше. Команда КВН «Кожа». 5, 4, 5, 5, 5. Команда КВН «Левпро». 5, 4, 5, 5, 5. Команда КВН «Парк культуры». 4, 4, 4, 4, 4, 4. И команда КВН «Я обиделась». 5, 4, 5, 5, 5. Мне кажется, очень легко посчитать средние баллы. Алексей сейчас это сделает. Хотелось бы, пока я буду рассказывать, что же сейчас будет, друзья. Сейчас будет конкурс «Разминка». Но разминка непростая. Вопросы будут задавать не члены жюри, не команды. Вопросы будут задавать известные КВН-щики, между прочим. Можно поаплодировать этому факту. Алексей, а можем ли мы услышать средние баллы за конкурс «Визитная карточка»? Включили бы. Было бы классно. Спасибо. За звуком Юра Песков, друзья. Аплодисменты. О, Юра. Классный шутер. Так, «Разминка» за визитную карточку. «Парк культуры». 4 балла ровно. Аплодисменты, друзья. Сборная нормальных людей – 4,2 балла. О, Е. Команда КВН «Кожа», команда КВН «Лехпром» и команда КВН «Я» обиделась. 4,8 балла. Вот это да! А что за счет кого? Ну что ж, переходим к конкурсу. Нет, сиди. Че ты начинаешь? Переходим к конкурсу «Разминка». Итак, команда EA ESEC. Жюри, внимание на экран. Первый вопрос. Друзья, привет. Вас приветствует команда КВН «Армара» и город Тар��ифе. Внимание, вопрос. Иваново считается городом невест. А какой город считается городом женихов? Суббанная друзья. Иваново считается городом невест. А какой город считается городом женихов? Он работает с этим. Классный. Отвечает команда КВН «Парк культуры». Не буду повторять. И Иванова считается городом невест, а какой же город является городом женихов? Вы же говорили, известные команды будут задать, кто это? Это «Армада», ребята. Кто знает такую команду? Итак, отвечает команда «Я обиделась». Иванова считается городом невест, а какой же город является городом женихов? Знаете, мне очень тоже интересно, если честно. Отвечает команда «Ликпром». Иванова считается городом невест, а какой же город является городом женихов? Магадан. Сборная нормальных людей. Иванова считается городом невест, а какой же город является городом женихов? Мы даже не уверены, Берц можно считать городом или нет? Все команды ответили. Да, нет, еще осталось. Отвечает команда «Нет». Ответа. Скажите «К», скажите «О», скажите «Ж». Назовите слово «залеком» «Божа». Ну что, есть ответ. Ответа «Тю-тю». Аплодисменты командиковой «Нормады». Следующий вопрос от известных «ХЛ». Всем привет. Мы Антон и Алина. Нас очень интересует один вопрос. Почему в день свадьбы молодожен отпускают белых голубей? А не бесплатных. Почему в день свадьбы молодожены отпускают белых голубей, а не бесплатных? Отвечает команда «Я обиделась. Почему в день свадьбы молодожены отпускают белых голубей, а не бесплатных?» Но бесплатных ещё поймать надо, а белые продаются. Да, всё верно. Вы записывайте, у кого свадьба скоро. Советы какие, жизненные. Это, между прочим, участники команды КВН «Кембридж». Бывшие такой команды. Вы видите, либо несуществующие команды берём, либо неизвестные. Фишка лиги такая. Даже поговорить не с кем. Отвечает команда «Легпром». Почему в день свадьбы отпускают белых голубей, а не бесплатных? «Бесплатные голуби грязные. Очень грязные». У нас Констанция. Жена мушкетёра. А Констанция была женой мушкетёра? Нет? Да факт, вы просто не всё про мушкетёра уже знаете тоже. Сидите вы в первом ряду, все знаете. Констанция – это самая известная жена мушкетёра. Олега мушкетёрова. Парень такой. С пикой ходит всегда. Отвечает команда «КВН Кожа». Почему в день свадьбы отпускают белых голубей, а не бесплатных? «Бесплатные только в сыр мышеловке. У нас в чулыми сыр пускают». Вот такой ответ. Отвечает команда «КВН Парк Культура». Почему в день свадьбы отпускают белых голубей, а не бесплатных? «А это такая фишечка, чтобы невесту побесить, а то чё она одна в белом?» Ага. Отвечает команда «КВН Сборно нормальных людей». Почему в день свадьбы отпускают белых голубей, а не бесплатных? «Бесплатных на развод оставляют». Все команды ответили, можно поаплодировать. И следующий вопрос. Вопрос, о чём? Но, Юрий, вы что-то сегодня... Давайте поаплодируем Юрию. Кто это? Привет, открытый лигер. У вас такой красивый ведущий. Хотелось бы задать вопрос. Скажите, что делает мужчина взрослее, кроме бороды? Спасибо, Саша. Красивый ведущий, говорит, по открытой лиге. Вот, всё по делу. Люблю, когда люди, ребят, по делу. По факту сразу. Выряд ли всё. Вот не с кем поговорить, знаете, как скучно, правда. Отвечает команда «КВН Я обиделась». Что делает мужчина взрослее, кроме бороды? Ну, дети, внуки, правнуки. Записывайте, я говорю. Я обиделась. Отвечали? Отвечает команда «Легпром». Что делает мужчина взрослее, кроме бороды? Констанция. А вот не сказал бы, не было бы шучу. Сборная нормальных людей. Что делает мужчина взрослее, кроме бороды? Гусарский мундир. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так. Это была сборная нормальных людей. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть ли ещё ответы у Томана? АПЛОДИСМЕНТЫ 5, 4, 3, 2, 1. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За этот вопрос, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть ли ещё вопросы, где разговаривают? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Новосибирск! Мы команда КВН на мячи, и у нас такой вопрос. Скоро 1 мая. И у этого дня такой лозунг. Мир, труд, май. А какой лозунг у 28 апреля? АПЛОДИСМЕНТЫ Какой лозунг у 28 апреля? Такой вопрос Вот парк культуры, спасибо Отвечает команда парк культуры Какой лозунг у 28 апреля? Скорый мир трудный Хорошо Отвечает сбор нормальных людей Какой лозунг у 28 апреля? Латуха, шутки, латуха Запишите Отвечает команда я обиделась Какой лозунг у 28 апреля? А почему Максим повторяет вопрос Аль-Мичи, они такие милые? А я красивый Это сказал Саша Команда КВН-кожа Какой лозунг у 28 апреля? КВН Команда КВН Лехпром Какой лозунг у 28 апреля? 28 апреля, день без лозунга АПЛОДИСМЕНТЫ Классный ответ Ну что, есть, Юрий, еще вопросы? Давайте, мы внимательно смотрим на экран Привет, друзья Привет, Новосибирск Привет, привет, привет У меня к вам такой вопрос Что будет, если Кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Что будет, если Кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Команда Лехпром Что будет, если Кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Мне этот парень, когда молчал, больше понравился АПЛОДИСМЕНТЫ Что будет, если Кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? А можно еще раз? Что будет, если Кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Ну а вот это, Максим, посимпатичнее будет АПЛОДИСМЕНТЫ Ответ был от команды «Я обиделась» Отмечает сборная нормальных людей Что будет, если Кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Подумают, просто хипстер АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, борода там, все штуки Есть ли еще ответы? Думайте, пиратчики думайте Так мы ученицы истории говорят Вот с кем болтать А, ответ от команды «Квейнпарк культуры» Что будет, если Кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Ну он просто потерялся АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо Я обиделась вновь Ответ, что будет, если Кавказец зайдет в торговый центр один без толпы? Ну, не знаю, может, купит себе что-нибудь АПЛОДИСМЕНТЫ Жизненные женские советы Есть ли еще ответы? Ответов больше нету Аплодисменты вопросу, друзья, этому Давайте зададим последний вопрос от членов жюри И задаст его Евгений Зайцев Давайте поаплодируем Евгению Передадим ему микрофон Последний определяющий вопрос от Евгения Покловил Спасибо Итак, еще раз добрый вечер всем Вопросик сегодня будет короче, чем на предыдущей игре Поэтому, как бы, лига у нас молодежная, продвинутая Играем мы в Доме культуры прогресс А почему нету даже 3G на телефоне? Лига молодежная, играем в ДК прогресс Почему даже нет 3G на телефоне? Ну, хоть поговорить теперь можно Как дела? Да ничего Присел в жюри Отвечает команда Легпром Отдохни чуть-чуть Итак, лига у нас молодежная, продвинутая Играем в ДК прогресс А почему нету 3G на телефоне? Потому что на вашей ноге Джи Пиресс Вот Всю правду вскрываем Ответ от команды КВН Кожи Итак, лига у нас молодежная, продвинутая Играем мы в ДК прогресс А на телефоне даже нет 3G Вы сначала со светом разберитесь А, это на прошлой игре было Недовольство какое Вы из педа Да мне понравилось просто Без света Отвечает команда сборной нормальных людей Телефон вот новый появился Правда без 3G Когда света не было Итак, лига у нас молодежная, продвинутая Играем в ДК прогресс А почему на телефоне даже 3G в таком случае нет? А на втором этаже можно поймать два деления Wi-Fi В КВН у нас пара на всех Так высоко я не поднимался и все Ответ от команды я обиделась Итак, лига у нас молодежная, продвинутая Играем мы в ДК прогресс А на телефоне даже нет 3G Ну наконец-то объемный мужик Ну а вообще, Евгений, пришли на КВН КВН смотрите в телефоне Спасибо Вот, все по делу Все по делу Раздухарились, раздухарились Отвечает команда КВН-кожа Итак, лига у нас молодежная, продвинутая Играем мы в ДК прогресс А на телефоне даже нет 3G Эту 3G на самом деле не так уж легко найти Отстаю я, видимо, от молодежи Ну тут надо просто немножко Пар культуры Итак, лига у нас молодежная, продвинутая Играем мы в ДК прогресс Но на телефоне нет 3G Че за буквы, че за цифры Эти ваши банты городские И на таком хорошем ответе мы заканчиваем конкурс Разминка и ваши аплорисменты Ну что ж, команды идут готовиться к конкурсу Музыкальный номер под ваш аплорис Привет, друзья Ну что ж, можно свет сзади погасить А мы пока что узнаем у наших много уважаемых судей Оценки за конкурс Разминка Максимум, между прочим, 6 баллов Оценки команде сборная нормальных людей Четыре, четыре, три Четыре, четыре Можно аплодировать Оценки команды КВН Кожа О, я готов Три, 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 три Как стабильно Команда КВН Лехпро Четыре, 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 шесть Пять Четыре, 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 шесть, пять А я не там Да, Алексей, шестерка Это Сергей Лисовой поставил Добавьте его в ВКонтакте Все слегка Оценки команды КВН Парк Культуры Парк Культуры Парк Культуры Парк Культуры Пять, пять, четыре Пять, пять Ну аплодируйте Стой, сидите Вы же на КВН пришли Это же надо понимать И оценки команды КВН Я обиделась Три, четыре, 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 четыре Где твоя тройка, наверное Куда она от тебя убежала Потому что мы не хотим, что ты стояла тройки Хотим, что ты была шесть, пять и четыре Да, мы ее забыли выбрать Ну что ж, друзья Можно поаплодировать командам Еще раз И мы можем двигаться дальше Сейчас будет конкурс Который называется Музыкальный номер Максимум за него можно получить пять баллов И первый, кто выйдет на эту сцену Команда, представляющая город Барабинск Команда КВН, парк, культура Ваши аплодисменты Дорогие друзья Для любого отца самый волнительный момент Это когда его дочь решает выйти замуж Итак, представьте, где это в Барабинске Так, я сказал нет Ну пожалуйста, но поздно я пойду замуж Ты вот сначала пойди королу стрель, а потом замуж может быть пойдешь Баба, ну вот с этим мы так романтично познакомились Он подошел ко мне и сказал Ты самая норм телка в этом коровнике Представляешь, да? Это вообще по-твоему нормально? Ну да, вот ты только послушай Он мне просто рэпер Вот ты сейчас его только топишь Ну ты хотя бы на него посмотри А, дочь, я походу дело понял Рэпер это болезнь такая, да? Меня когда вот клещем цифалитный укусил у меня с руками Такая же фигня была, да? Возьми себя в руки! Ну и как это звать? Ты говори? Bad boy can stay shi Paradise impossible men Давайте я буду просто звать Пшш facade Папа, по-моему, ты так нашу собаку зовешь Да, точно Пшш Помолчи, пожалуйста Так, ну рассказывай Работаешь, может где? Я не работаю, я получаю от жизни все А люлей ты от жизни получал? Чистенько Вообще-то я крутой рэпер, у меня как у 50 Cent 8 дырок в груди было Тебя что, стреляли? Не, меня просто два раза ткнули на моем концерте Ладно, хорошо, рассказывай, откуда ты, какая семья у вас, рабочая, крестьяне Я свой ответ зарифлюю в своих текстах Давай в прозе и побыстрее Не, в текстах Спешл фо батя фо май геу Ае, ае, у микрофона есть антенка У парного молока пенка У всех прейсеров статуировки на руках На голове, на плечах и даже на ногах Не растерялся я, разбил соклирку Пошел в багаж и купил переводилку Мне всегда было слезо, ведь я и сирота Пока не начал рэп писать, была полная семья Где вообще сказал, что не готово ебал Чтоб его внук, старабинским рэпером стал Я рос на улице, пока не пришла зима Зимой пришла любовь, я встретил тебя Ты говорила, что я странный, а я особенный Открыл словарь, он же был, это синонимы Однажды она добилась и потеряла контроль Спасибо за личную жизнь, где без алкоголь Не похморков, не похморков, не похморков Можно даже по-корейски Не похморков, не похморков, не похморков Это Филипп с Кошей Кусенко Пап, он правда клёвый, да? Ага, он мне сейчас титропак напомнил Может быть тупак? Да нет, титропак есть, а кормушку для птиц хочу сделать Так, дочь, выбирай, всё, либо батя, либо этот жених Ну почему так всегда? Всё в жизни приходится выбирать С самого детства Сперва в садике Ящичек с вишенкой или с огуречиком Ходить с чёлкой или без Путин или Путин Хоп, хей, ла-ла-лей, или выпить за любовь Батя или жених Ладно, я выбираю семью Извини, нам нужно расстаться Уху! Ты почему радуешься? У меня теперь будет тема для новых песен Я же лирик, ты меня бросил на гимн это сердце Дорогие друзья, ну а этим номером мы хотели сказать, что не важно, кто вы Деревенская девушка или деревенский мужик Самое главное, чтобы не деревенский рэпер Спасибо Команда КВФ «Парк культуры» ваши аплодисменты! Пока идёт подготовка следующей команды, хотелось бы поблагодарить наших прекрасных партнёров, наших замечательных друзей Комитет по делам молодёжи Мэри Гордона Сибирска, естественно, варисменты им, друзья Молодёжный центр «Пионер» и наш информационный партнёр портал «Ты молод!» Можно им поаплодировать? Ну что ж, друзья, мы продолжаем И следующий выводит на эту сцену будет команда КВФ «КОЖА»! БАМ! 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 Я с удовольствием сейчас представлю вам команду КВФ «КОЖА»! Итак, друзья, давайте представим, что внезапная проверка пришла на сомнительную радиостанцию Здрасте, здрасте, я проверка из Москвы, поэтому давайте рассказывайте, что у вас здесь да как Я сразу, я здесь три дня только работаю Ну ладно, чёрт с ним, КОЖА ФМ, поехали! Так, что у вас интересного вообще на радио есть? Ну, в общем, наша оригинальность радио в том, что все песни исполняются вживую Башка! Леха! Я сочинил как раз таки классную песню Прямо сейчас спою Объяви! Поёт пьющий-поющий вокалист Павел Федотов Мальчик хочет стандоу Ты знаешь, чики-пики-пачики-гитар Паша, всё классно, иди ещё пиши, иди, пиши, пиши Так, это вообще кто такой? Вы что, не узнали? Это ж звезда всех электричек Ходит с гитарами, поёт, ему деньги и всыпят, он на Евровидение купит Кстати, у нас есть ещё одна рубрика Звонки в радиостанцию А вот, кстати, первый звоночек Здравствуйте, вы в эфире Алло, Нина! Какая Нина? А Нина! Так, и кто это вам вообще там звонил сейчас? Да это так, местный Ванька-дурачок Захаром звать Лёха, не поверишь, я сочинил ещё одну классную песню Прямо сейчас спою Паш, давай не сейчас Сейчас Давай не сейчас Сейчас Песня Собачьи проблемы Ах, опять идти в ши Слышь, братан, вот тут почти в ши Вы что делаете-то? Что? Что-что-что? Ты сказал мне спеть ещё одну песню? Да, пожалуй Да, да, ладно, бабушка, иди И у нас ещё один звоночек Здравствуйте, вы в эфире Алло, Нина! Нет Омлет! Вы понимаете, у нас на самом деле это всё всегда хорошо Просто сегодня день такой, пятница, тринадцатая Паша, закрой флягу, ты же закодирован Здравствуйте, извините, у меня на телефоне деньги закончились Можно я с вашей позвоню? Да, конечно, звоните Спасибо, очень вручайте Да Алло, Нина! Так это ты, что ли? Пошёл Да что это вообще за балаган такой? Мне всё с вами ясно Я вас закрываю! Слава Богу Хоть на работу нормально устроюсь Дорогие друзья, в конце принято говорить какой-нибудь мораль А мы бы просто хотели запомниться вам своей энергичностью Поэтому Дорога Кожа на сцене Для вас сегодня выступала С бишнями своими Это запрямлянская челлендж И шутки, быть может Запомнились вам Ведь вы, ребята, крутые Аплодируйте нам! А с вами была команда Гоин Кожа Спасибо Ваши аплодисменты команда Коин Кожа! Дромче можно поаплодировать Пока следующая команда готовится Мне хотелось бы ещё поблагодарить наших прекрасных партнёров Реалити-квест-измерение Это новый формат развлечений Для вас и ваших друзей Погрузить в атмосферу загадочного расследования Которые не оставят вас на роду равнодушными Имеются ограничения по возрасту И здоровье для студентов имеется Для студентов и именинников ежедневно действуют скидки Поэтому, друзья, приходите в квест И можно поаплодировать А мы движемся дальше И на сцену выходит команда Коин Я обиделась Ваши аплодисменты Громче! Мало кто знает, что у Рапунца было ещё четыре сестры Рамунцель, Расунцель, Рагунцель и Марина Ваш принц подъехал Номер Золушка Бэль 702 Ариэль. Скидывайте волосы. Чесать, плести. Ну кто будет спитывать волосы мои? А почему твои волосы будем скидывать? Ну сказку назвали в честь меня, я и буду скидывать. Ну конечно, ты же с автором замучила. Ага, а сказка-то народная. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Девчонки, а давайте скинем мои прекрасные волосы. Марина, ты посмотри на свои волосы. И сюда. На свои волосы. И сюда. Да и сама посуди. Принцесса Бэль, принцесса Ариэль, принцесса Рапунцель, Рапунцель, Расунцель, Рапунцель. И принцесса Марина Очень смешно Вообще-то в честь меня называют Цветочные магазины Салоны красоты Привокзальные кафешки Придорожные шашлычки В конце концов Меня назвали в честь великой Марины Хлебниковой Кто это? Девчонки, вы че? Какао, какао, како-ко-ко-ко Какао, какао, како-ко-ко-ко А вы слышали ее последнюю песню? Нет Да вот же она Какао, какао, како-ко-ко Какао, какао, како-ко-ко-ко Девочки, а давайте хоть посмотрим Что там за принц-то Трошь начинается Девочки! Он написал на асфальте Я люблю тебя Ра-онцель Ра-онцель? 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 Марина! Марина, там только одну букву смыла Девочки, давайте, знаете что? Давайте мы с вами сфотографируемся в Дисней Граме Давайте! Блин! Почи, отбила! Несчастье не отбудет Я хоть попала Попала Такое смешное видео Аладдин покажет жасмир в чай И пьет ее Так вот она откуда идеи-то для песен черпает Девочки, а вы знали, что Ариэль как-то связана с порошком? Я всегда знала, что она какая-то мутная Да, она ко мне как-то подходит, говорит и ничего не слышно Подплывает слышно, а подходит не слышно Девочки, а вы знали, что спящая принцесса Аврора Это старый кинотеатр? Девочки, а вы заметили, что именами принцесс называют всякую фигню? Точно! Девчонки, знаете, что мы с вами давно не делали? Не расчетывали волосы! Ла-ла-ла! 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 Ла-ла-ла-ла! Ой, девочки, а я тут очень сильно захотела зарегистрироваться в моем мире Какая у нас фамилия? Не знаю Придется опять как принцесса-принцесс регистрироваться Девочки, а если серьезно, кто наши родители? Ой, не знаю, мне вообще Ариэль принес Ну как принес? Притащил Ой, тебя каждую субботу кто-то после клуба притаскивает Вот давай не будем! Давай не будем! СМС-ка пришла Куплю волосы дорого Марина! А че Марина-то? Вам легко сказать, вам есть че чесать Рапунцель! Ой, он приехал со мной! Рапунцель, позови Марину! А-а-а! Я же говорила! Это моя сказка! Я принцесса Марина! Красоточка моя, скидывай волосы! Сейчас! Щебанулась! Где я? Дорогие друзья, к чему вы показали такой музыкальный номер? На самом деле нам просто очень захотелось еще раз выйти из своих выпускных платьев Хоской! Ла-ла! Ла-ла! Команда, каванья, обиделась! Спасибо! Ваши бурные аплодисменты, каванда, каванья, обиделась! Громче можно аплодировать! Громче! Громче! Друзья! Но, но, но! Ваши аплодисменты! Идем дальше! Следующая команда, которая выйдет сейчас на эту сцену, друзья Это прекрасная, замечательная, элегантная команда КВН Лех Про! Ваши аплодисменты! Друзья, мало кто знает, но костюмы для фильма «Титаник» отшивались именно нашими студентами Но так как они утонули, мы решили выйти в костюмах с визитки И так вышло, что мы еще не успели распределить роли Поэтому, если не возражаетесь, делаем это прямо сейчас Ну что, вскрываемся? О, я капитан! А я музыкант! А я Джек! О, я Роза! Слушай, какая ты Роза, ты че? Давай я буду Роза, а ты Джек Ну давай Так, ребята, кто этот фильм смотрел? Че там вообще происходит? Я так люблю этот фильм, я его видела Там есть самая запоминающаяся сцена Так, давайте ее А мне роль Не сейчас, Люба, не сейчас Джек, позвони мне Вот видишь, я подготовился к этому номеру Верунда какая-то, гаси Звони мне А ты такой, красивый, с бородой Эй, че за... че за... Ребят, вы че творите? Там вообще все не так было, вы что? Так, давайте вторую сцену Короче, Джек рисует Розу Пахан, раздевайся В смысле, я не буду раздеваться Давайте я раздеваюсь Не сейчас, Люба, не сейчас Короче, давайте просто с потопа начнем Какой потоп? Там, короче, еще были музыканты Так, ты же музыкант? Ну да Играть умеешь? Нет Тогда пой Ну ладно У меня однажды случай был один Приставать пытался наглый армянин Я ему сказала, парень, погоди Подожгла я волосы на его груди Даша, ты че несешь? Ты че, ненормальная? Блин, у меня детство тяжелое было Лет было мало, мозгов не хватало Ключ на 17 я в нос затолкала Так Короче, давайте финальную сцену Потоп Роза Это были самые лучшие дни в моей жизни Ага Джек, че, а хочешь покажу, как бомбочкой прожить? Роза Джек, 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 Джек Смотри, капитан лайк Роза, смотри, кто-то плывет Она спасет нас Слышит голос из прекрасного далека Он зовет и нагоняет снова грусть Говорит, что штор ждет меня дорога Нет, начальник, я на зону не вернусь Джек, кто это? Это плохой музыкант Роза Джек А как ты думаешь, где наш капитан? Кто проживает на дне океана? Наш капитан Роза Роза Джоза Че-то выроглись, да? Ну а к чему вы вообще показали такое музыкальное домашнее задание? Если судить по игровидным прошлых лет, женщина с бородой должна победить АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛЕГБРОМ Спасибо зрителям И ущипу и вам журям Команда 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 ЛЕГБРОМ Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ ЛЕГБРОМ ЛЕГБРОМ Друзья АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пока следующая команда готовится, хотелось бы поблагодарить еще одних наших партнеров Фабрика Генев Это музей занимателей наук, где более 60 интерактивных экспонатов перевернут ваше представление о мире Все экспонаты здесь можно трогать, испытывать действие и даже собрать своими руками Музей позволяет ощутить на себе то, о чем на лекциях рассказывают лишь формула Приходите в фабрику Генев Можно поаплодировать, друзья Ну что ж, и последняя команда, которая выйдет на эту сцену Команда, представляющая город Верс Сборная нормальных людей АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В последнее время молодежь совсем мало интересуется искусством И мы решили сделать мюзикл, который будет понятен абсолютно всем Итак, представляем вашему вниманию мюзикл в быту Ошеломляющие сборы на дачу Смотрим Так, 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 так Вечи собрали? Собрали, собрали, собрали А продукты? Собрали, продукты это хорошо А деда, деда, собрали, собрали Так, это все хорошо А это что? Сын, иди сюда, скорее Да, отец мой, что случилось? Кто посуду не помыл Это не я, это не я, это не я Ведь я тарелки утром мыл Но про кастрюлю ты забыл И про пилки, чашки, пары на шею Чайный сервис, сказали, спочи Если спопить, ты мамины спицы Но и, конечно же, сковорода Да, только да Да, бать, конечно же, ты прав Но дочку из садика ты не забрал Мамин подарок ты потерял Мусор не вынес, убраться забыл Теща вчера ты опять нагрубил Ах, ты подлый таракан Да я тебя в детдом отдам Бать не надо, пожалуйста Не спорь с отцом Так, что кричишь на сына? Ты еще мне перечить будешь, да? Ты что-нибудь там пожрать на дачу собрала? Собрала Картошка С кукурсками Подливами Монами Я тебе что, травоядное твои кукурузки жрать, а? Есть что-нибудь мясное там? Есть Котлеса Факеевский С яйцами Монами Я понять не могу, что это за монами? Что ты его везде добавляешь? Что, приправа какая-то, а? Всегда лаврушка, лаврушка, сядет Монами Я домой захожу, чем воняет? Монами Ой, все Надоели вы мне Пивасик холодный Тинок, открой, а? Побраться У тебя талант Я пойду в машину вещи унесу Сын, кстати, как дела в школе? Да нормально, в амбруде Да? Сын, мне позвонили Из школы твои Сказали, что куришь ты в ней Я бросила трубку И к тебе подошла Чтобы проверить портфель Сын, это что такое? Мышеловка Какая мышеловка? Да у нас крыса в классе завелась, ручки тырит Я тебе сейчас отдам Мама Мы пошли учить уроки, нам не мешать Хорошо Слушай, есть ли еще раз? Такие маленькие телефоны Такие маленькие перемены Вы че там делаете? Мы к пению готовимся Какое пение? На дачу собираемся Дед Скажи фнуку, а? Я помню, вы были времена Было все по-другому Я покупал себе хлеб Поговорились в талон Дед Иди в машину, а? Сталин, молодец Дед, иди уже Иди собирайся, я сейчас поедем Мам, да мне только переодеться осталось Ну так переодевайся А где мои штаны? Я посмотрел сейчас свой шкаф И не нашел штанов, что искал Мам, поскорее ко мне подойди И помоги штаны мне найти Мам, где штаны? Шкафы посмотри Я там искал, их нету внутри Я сейчас приду и сама их найду Ну так приди и сама их найди Вот мои штаны лежали прямо тут на видном месте Где тогда моя футболка? Вот они лежали вместе Мама, как ты все находишь? Для меня это закатка Это просто мой сынуля Куда кола, там и нашлось Вообще, и что перед тобой Отчитываться должна, что ли? Что вы орете, я понять не могу У вас из гаража, слышно, как вы горланите Деда чуть инфаркт не взял Что-то музыка играет с утра Я, блядь, много башка раскалывается Выключите, пожалуйста, е Чем воняет? Ты опять монами свою разводил, а? Ты тебе говорил Выброси эту чертову приправу Где только собирается 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 она Такие маленькие телефоны Ты кто? Я, парень вашей дочери Так, картошку копать умеешь? Умею На даче с нами поедешь Помогай, люди Поехали! Дорогие друзья Что вы хотели сказать этим номерам? Посещайте музей Ходите в театры В общем, развивайтесь культурно Сборная нормальных людей, спасибо! Сборная нормальных людей Ваши аплодисменты! И под сборные аплодисменты всего самого На эту цену мне хотелось бы пригласить Все команды Аплодировать громко, друзья Сборная нормальных людей Боже, я обиделась, как гром Парк, туры Аплодируем громко, друзья! Аплодируем громко, друзья! Ну что ж Для начала нам бы хотелось бы услышать Мнение жюри о сегодняшней игре А потом уже мы увидим Ходите так, чтобы быстрее посчитать Но давайте сделаем так Хорошо Оценки за конкурс музыкальный номер Максимум 5 баллов Итак, в том порядке, в котором команды выступали Парк культуры 4, 3, 3, 4, 4 Сговорились Идем дальше Команда Клэн Кожа 3, 3, 3, 2, 3, 4 Вот это да Команда Клэн Я обиделась 5, 4, 4, 4, 5 Команда Клэн Лехпром! Четири! 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 Пять! Уголючек не готовит сегодня! Но и оценки сборная нормальных людей! Пять! 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 Сижу, ребята! Ура! Я счастлив! Это лучшее, что я мог когда-либо видеть! А теперь можно микрофон передать правую для меня часть жюри под ваши бурные апплесменты. Курмашов Евгений, как вам игра? Расскажите нам. Вот это называется проверка. Надо его включить. Раз-раз. Отлично. Друзья, добрый вечер! Ну что хочется сказать. Как говорится, у многих людей есть такая традиция, что что-то делает их вечер. Сегодня мой вечер сделал музыкальный номер именно команды сборной нормальных людей. Просто великолепно! Шикарно, ребята! Я уже второй раз здесь наблюдаю вашу игру, ребят. Но я чувствую, в финале просто будет нечто незабываемое. Конечно, очень жаль, что не все пройдут в полуфинал, но вы выглядели просто великолепно. Я благодарен за то, что я нахожусь здесь. Ребята, вы лучшие! Давайте поаплодируем им! Спасибо вам, Евгений! Евгений Летовой! Добрый вечер всем! Всем привет! Молодцы, что пришли! Вам понравилось? Ну и здорово! Приходите еще! Спасибо команды! Спасибо вам за ваш замечательный муз-номер, за домашнее задание. Было прекрасно! Спасибо вам всем! Вы были неотразимы! Неотразимы! Спасибо вам, Евгений Летовой! Ну что, есть подарки, естественно, как всегда, от нашего подарка, дарителя и приза вручателя, Евгений Зайцев! Аплодисменты! Итак, еще раз всем добрый вечер! Спасибо командам за прекрасную игру! Долго раскачивались на разминке. Надо поднажать, а в целом все хорошо. Со многими буду рад увидеться в полуфинале. Но об этом позже. Сегодня, как только мы перейдем к основному моему подарку, хотелось бы перейти к не основному, но основному по моему роду деятельности. Итак, у меня в руках билеты на первый этап Кубка столицы Сибири по дрифту, собственно говоря. Вот это да! Который состоится у нас 10 мая на экспоцентре. Пять билетов, пять команд будем делить. Итак, мы здесь посовещались. Кто же нам из людей сегодня понравился? Или из шуток, или из миниатюр, которые они показывали. Никакого ваше решение. Итак, один билет. Да, получается. Вот, девочка, я не знаю, вот за хороший дебют, так вот назовем, из команды Парк Культуры. Соня, команда Парк Культуры. Соня, вот приедете. Спасибо. Из Барабинска приедешь на дрифт. Ой, да, конечно, нужно приезжать. Не только из Барабинска, люди едут из Омска, из Томска, из Красноярска. И все на дрифт, понимаешь? Так тут из Барабинска приедем. С рыбкой. А тут из Барабинска, конечно, удивим вообще всех. Надо парню какому-нибудь дать. Ой, да там найдем мы парня, там ведущий, знаете, какой? Ух, лично. Что, ты, Женька? Ну да. А? Раскусил. Итак, за миниатюру опытная девушка в клубе из команды «Сборная нормальных людей» тоже девочка у нас. Она награждается, билетно. Тебя зовут Горида. Приходи, конечно. Да ты девчонок собираешь, что ли, туда? Тихо, что ты? Хитрец какой. А у меня для тебя тоже приклаз-то есть. О, на вас. Ид. Итак, зови «Я обидела всех» и мне билет. Веселая, красивая, длинноволосая Рапуцель из команды «Я обидела». Рапуцци! Рапуцци. Катя, это тебе. Молодец. Катя, Катя зовут. Ты как на Убинках в Сибири, только тут за тебя. Команда «Лехпром». Кто же, кто же, кто же? Интересно? Да. Роза. Но имя-то женское. Нет, на самом деле дочку я очень редко вижу дома и хочу, чтобы она пришла еще ко мне на работе за самый красивый костюм. Расскажаю тебе. А ну и вот здесь как бы вопрос у нас осталась. Команда «Кожа». И вот цепочка-то прерывается. Собственно говоря. Собственно говоря, девочка. Неля, ты не поедешь туда. Там быстро издать. Едешь по-спокойнее надо. Там все ездят. Едешь. Там потихо и все. До туда трамваи не ходят до экспоцентра. Поэз Барабинска ходит, что ли? Что? Что? Ну и кому же, Евгений? Итак, Паша. Паша команда. Кожа. А он прикатится сюда. Он просто прикатится и все. Ну и переходим к самому моему подарочку. Кому же он сегодня достанется? И не греть еще. Обычно я вручаю этот подарок за какие-то такие особые достижения, которые мне очень сильно понравились. И сегодня это достижение этих высот достигла команда... Не скажу какая, потому что... Не помню. Я попозже скажу какая, потому что три года я уже сижу в жюри открытой лиги КВН. Настал момент спеть. И первый раз, когда я поставил двоечку, к сожалению, но это первая двоечка за все мои три года. И мой принц сегодня получает команда Кожа. Ребята, подкрепитесь. Абористенты команды Кожа! Подкрепитесь ворота. Сейчас впереди, вы молодцы. Спасибо, Евгений Зайцеву. Мелик Арбушина. Слово вам. Ну-ка, давайте. Добрый вечер всем. Давненько я не бывала в КВН-овской среде. Сначала чувствовала себя неловко, потом размякла. На коже причем. Дело в том, что для зрителей, наверное, это неизвестно. И некоторых из участников сегодня стоявших я знаю вот такими. И Паша в том числе. Одиннадцатилетие и десять лет тебе было балбес, который просто изображал собаку-губу. Сейчас тебе сколько лет, Павлик? Одиннадцать. Сколько? Девятнадцать. Девятнадцать. Девять лет ничего не изменилось. Единственное, он стал просто три метра драмки. Подвижный, эластичный и все в таком же. Такой же, ну история немножко другая, могу про Катю сказать из Бердска. Милая девочка, какие кривляния, моя школа. Катя! Ну ничего, сделай какой-нибудь. Во. И где... И вон пожилые люди из Барабинска выйти. И ты второй тоже. Я когда... Я сижу и спрашиваю, а сколько им сейчас лет? Нет, их, конечно, не десятилетними, помню. Но помню, когда вы были стройны. Не так румяные, не так волосатые. И мне так радостно, что эти люди, вот буквально проходят там 10 лет, а они все равно занимаются этим безнадежным делом. А безнадежное, что веселить других людей, это, ну знаете ли, надо салаты всем выдавать. И молоко, и мясо. Нет, всем-всем-всем, уйдите. Вы такие уже неприятные стали, уйдите. И очень мне радостно увидеть новые две команды, которых я вот первый раз вижу. Это нормальные люди. Вы нормальные? Спорный вопрос, да. Надо не сборная, а спорная. И, конечно, команда Легпрома. Я когда-то заканчивала Легпром, правда, в Кемерово. Поэтому я считаю, я нормальный человек с кожей. Периодически хожу в парк культуры, но немножко обиделась на Легпром. У меня нету таких подфортов. Мне не досталось ничего, давай махнемся, не глядя. Большое спасибо, я очень рада, что в зале мало свободных мест. Ура! Великобритания, друзья! Тебе на русский стиваль отрывать, я честно говорю. Мать сибирского КЛН-а. Ну что, Сергей Темненький-Ганкин, что скажете вы? Всем добрый вечер, друзья! Всех приятно видеть. На самом деле, сегодня у нас сидели жюри, разговаривали. Ну, вдвоем, правда. Не совсем в жюри, вдвоем разговаривали только. И говорят, так классно, много народу. Значит, народ сегодня был бы в это не... Немного аплодировал почему-то. Поэтому сейчас все силы, которые у вас есть, отоделим! Либо команды не прокачали, либо вот как-то болельщики немножечко расстроились, что они на улице дождик после теплой погоды. Друзья, хочется сказать, что на самом деле восьмухи радовали больше и ожидали от четвертух, что они будут еще сильнее. Но я думаю, так как сегодня, а узнаем, кто прошел в полуфинал, мы только после третьей игры... Да, конечно. То есть это будет какое число? Через две недели? 12 мая. 12 мая мы только узнаем. Представляете, как тяжело будет ребятам смотреть и думать, когда же кто-то наберет меньше баллов, чем они? Например, кожу. Вот. Потому что меньше, чем кожа, возможно, никто не наберет. Вот. Но, возможно, ребята из кожи будут сторожить, где-то и не допускать команды до игры следующей. Вот. Да, я шучу, но на самом деле хотелось, чтобы вы за этот промежуток времени, который у вас сейчас большой будет перерыв до сентября или октября месяца, и вы написали очень много шуток, чтобы редакторы с вами хорошо поработали, и в полуфинале те команды, которые туда попали, были на высоте! Вот так. Ура, 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 ура! О-о-о-о! Йоу! Есть подарки. Есть подарки. Есть подарки. Но и мало, но они есть, подсказывает мне Нелли. Вот есть такой сертификат на билет в музей плюс билет на научное шоу. Вот. Вот фабрика гениев. Потому что когда ты говорил «фабрика гениев», не все поняли, как это звучит. Вот! А ты сейчас правильно проговорил, да? Фабрика гениев. Музей занимательных наук. Ну думаю, что, пацаны, все увидели, пускай девчонкам. Я обиделась это вам. Вот. Аплодисменты, друзья! Можно дадут? И еще есть такая вот визитная карточка, возможно, это сертификат. Реалити квест «Измерение» это. «Измерение». «Измерение». Вот. А тут написано, когда они работают. Возможно, вы можете прийти. За самую смешную музыкалку команды КВН сбора «Нормальных людей» это вам. Ребята, скорики в квест! Это круто! Вот. Ну и адрес вас, костяк. Да, передаю дипломы. Вот тебе. Передаю дипломы. Вот. Готов читать баллы. Хочешь? Да. Да. Друзья, пятое место. Какие-то интриги-то никакой. Кожа. Вот. Кожа. 10 баллов. 80. Добрый день. Двигаемся дальше. В сумме мы посмотрим, сколько в группе ВКонтакте открытая лига может посмотреть результат за две игры. Мы там вывесим сумму баллов. Дальше. Четвертое место. Тоже видите, странно так получается. Кожа не воспитывает Геннелли. И предпоследнее место тоже воспитывает Геннелли. Парк культуры. Без вода, без тебя, наверное, 24 балла у парка культуры. Двигаемся дальше. Третье место. 13 баллов ровно. Сборная нормальных людей. Развиночку бы. Развиночку бы. Пахнули. И, и, и. Ну что, интригу какую-нибудь, да? Не надо, не надо, не надо. Второе место. Я обиделась. Вот. И я правда не знаю, как так получается. Почему? Для меня это было дольше. Вы смотрели первое место. Второе место подряд команды говорят «Легпром». 13.6. Друзья, ну процентом 90-80, что «Легпром» заходит в полуфинал. Это мы узнаем 12.5. Пока что садись, друзья. Спасибо, что приходите к «Легпром» 5 мая в 6.30. Ждем вас здесь в ДК «Прогресс». Потому что будет смешно. Это как-никак открытая лика. За сегодня всем спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»